Великолепно, спасибо большое. Друзья, вот уж которая песня прозвучала в нашей программе, а мы ни одного слова пока еще не сказали о Ленинградском клубе песни «Восток», к которому Александр Лисеевич имел самое непосредственное отношение. Игорь Михайлович, я вас попрошу немножко пролистнуть вперед, несколько кадров, и показать нам Ленинградский клуб, Ленинградский клуб, еще, пожалуйста, О, совершенно верно, Ленинградский клуб «Восток». Это один из самых старых, для тех, кто не знает, самых старых клубов в стране, с которым у московского нашего КСП всю жизнь были споры, кто вообще раньше на свет появился, короче, кто старше. В этом клубе в 60-70-х годах обосновалась масса совершенно замечательных авторов, многих из них вы знаете, вот сейчас видите, да? В 65-й год Брест, слева на право Борис Полоскин, я, Варя Вихарев и светлая память Женя Крячкин. О, совершенно верно. А еще в этом клубе, помимо этой четверки, замечательные расстрелы, уезжали Юрий Кукин, куда торопимся, не надо торопиться. Юрий Кукин, переехавший потом позже, Александр Дольский из Сибири, он переехал, тоже в ваш клуб попал, так я понимаю, да? Ну, значительно позже уже. Ну, все равно позже, но тоже оттуда. И Валентин Лазанов. Лазанов, да, Дольский значительно позже. Ну, и, в общем, очень много всяких хороших людей. Я почему все это говорю? Потому что сегодня у нас с вами гость. Первый председатель Ленинградского клуба «Восток». Вера Семеновна Бордюк из Питера специально приехала на сегодняшний вечер. Я очень попрошу сейчас ее. Вот она ее замечательная. Вера Бордюк. В 64-м году Александр Васильевич впервые у нас в «Востоке» выступил. И он проплавал на этом корабле под названием «Восток» 33 года. А на разных кораблях по нескольких лет. Мы часто встречались в «Восточном кругу Семьи». Давненько распрощались, но тропки пролегли от родины восточной к московским берегам. Тебя мы любим точно и нежно, даже там. И встречим всем мы рады. И помни, ты любимый. Ты радость. Ты радость. И встречи еще хотим. И будем жить надеждой до той поры, пока Восток свое знамя держит в надруженных руках, потому что Восток еще жив. Я хочу в качестве сувенира передать Александру Моисеевичу очень необычный сувенир. Это не фотография. Немножко стилизация под Пушкина. Но это вот такое вот изображение сделано из лоскутков ситца, а потом уже переснято на бумагу. Это единственное, наверное, будет то, чего у него нет. У него много, миллионы фотографий. Но такое изображение будет единственное. Спасибо. Спасибо, Лешка. Спасибо. Теперь у меня такой вот вопрос. Товарищ, которого зовут Сергей Яковлевич Никитин, добежал до нас к этому моменту или еще пока не добежал? Доехал ли. Добежать-то невозможно. А говорят, метро не работает? Метро наше линии не работает. Не работает Краснопреченская. Вот. Ну что? Нет, Сережа? Пока не отзывается. Нет, Кита не видно. Тогда мы перейдем сразу вот к чему. Сергей Яковлевич, мы к нему еще вернемся позже. Игорь Михайлович, будьте добры, следующий кадр дайте. Вот в 67-м году вышла в свет первая книжка ваша, первая книжка ваших стихов называется, эта книжка называлась «Атланты». Так, это другая книжка, это вообще непонятно что. Это какое-то местное издание Крымское, я эту книжку не знаю. Подождите, я вот вы, а я вот, так я сейчас об этом вам расскажу, вы же тоже этого не знаете. Первая книжка. Дело в том, что в 67-м году появилась книжка «Атланты», а то, что я сейчас держу в руках, вот они у меня две, а вы увидите на экране одну и потом вторую, это две книжечки, сам издатовские, ваших песен. И вышли они аж одна в 80-м, вторая в 81-м году и 82-м. О чем это говорит? Это говорит о том, что на печатные издания был потрясающий голод. Вот эту вот книжечку маленькую, она видите какая крошка, вот у меня в руках, посмотрите. Маленькая-маленькая, это куст на возработке московского КСП сделан, а вот ту, что вы увидели раньше, немножечко, вот, это сделал Юра Черноморченко. Да. Юра Черноморченко, председатель Керченского клуба. Она была в 82-м году сделана. Так вот, понимаете, голод был потрясающий, поэтому было бы, было очень интересно, если бы вы нам сейчас поведали, каким образом созданием ваших произведений в дальнейшем дело обстояло после выхода этого первого сбора. Ну, в 67-м году вышла первая книжка «Атланты». Это как мечты и звуки. В свое время в одной из великих русских поэтов я в связи с ним собрал на мечту, что мысли Бога. Но она уже маленьким тиражом 3000. Вот, там стихи очень плохие, ну, песни врачи нет. Вот. Но она сейчас стала предметом гемиографической редкости для коллекционеров, ее практически нет. В 67-м году это было. И уже заняли вторую книжку «Новая Голландия». И все было бы хорошо, но в 68-м году грянуло, значит, вот, печально известный вечер молодых ленинградских литераторов. В доме писателей на улице, значит, от Воинова и известный донос, который был описан Сережи Довлатова, стол на антервуде и прочее, прочее, я попал в число главных фигурантов этого доноса, после чего был отказан от приема совет писателей, рассыпаны все книги мои. У меня 15 лет, я бывал черные списки, не просто книжки, а вообще ничего не печатали. Поэтому с печатными изданиями был, конечно, голод. Желающие могут почитать это в книге «След в океане». Историю, но это довольно известная история. Там, вовчитель Грандова, Борисов Бродский, Сергей Довлатов, замечательный писатель, Татьяна Галушка, Яков Гордин, другие очень видные, ставшие замечательными поэтами, писателями, литераторами. Вот, и даже был нынешний представитель Союза писателя Александра Петербурга Валерия Попова, замечательный русский писатель. Вот, и так далее, и тому подобное. После этого, значит, вот, правда, по мне, это пришлось скользко, потому что мне в чем полезно. В 66-м году, по-моему, Дмитрий Антонович Сукарев, здесь присутствующий, был членом жюри. Песня «Антанта» залила призовое место, как одно из лучших песен для советской молодежи, был такой конкурс. И меня ЦК ВЛКСМ в 6-м году отправила, тогда еще мы выигрывали Олимпийские игры, так сказать, в первые нынешние времена, и наша сборная по хоккею все там выиграла замечательно. Вот, и меня порекомендовали как творческую группу при советской Олимпийской сборной Белой Олимпиаде в Гринобле в 68-м году. Поэтому, когда, значит, вот этот донос, вот, и стали вызывать всех фигурантов, то поскольку Ленинградский отком сам его сам меня направил в Париж, а я еще был, кстати, тогда еще во Франции в это время, то они, значит, частично вынуждены были принять на себя, что такого человека нехорошего послали, и поэтому по мне как-то вскользь пришлось, могло и хуже быть. Вот, значит, ну вот такая история была. История этого доноса сыграла большую роль в моей жизни, потому что впоследствии, поскольку 15 лет ничего не печатали, я писал песни. Для песен же не надо, чтобы печатали. Это очень стимулировано. Нет хода без добра, что называется. Но зато вы побывали в Париже, зато вы с аккомпанементом гитаристов из ансамбля Аррера, или сразу за Шарлем Азнавуром. Не сразу, а через два номера, все равно страшно. Это как будто от меня и дело. Но я не знаю, как Шарлем Азнавур, а вот Витя Коноваленко, наш гениальный воротарь, сказал, Саня, это я ничего не понимаю. Ты написал от злой тоски, я говорю, я спорю, я завтра вот так буду держать ворота. И держал гениальный наш, наверное, первое место на Белой Олимпиаде. Вот кого надо посылать в эту году на Олимпиаду. Ну вот, а мы тут сидим.